Смотрите в выпуске. 5 вопросов муфтию о Бураза-Байраме. Клещи укусили уже 250 жителей Башкирии. Рассказываем, как с ними борются. И как парки Уфы пережили зиму. В этом году в Башкирию пришла ранняя весна. А вместе с ней выползли и клещи. Поэтому уфимские парки и скверы стали обрабатывать от насекомых на неделю раньше обычного. Проливной дождь из специальной жидкости накрыл места, где наиболее часто встречаются клещи. Обработка проводится в три этапа. Это предварительное обследование. Это непосредственно обработка территории и контрольное обследование с установленной законодательственной кратностью. По плану обработать все территории, подлежащие обработке в рамках госзадания, к 1 мая мы идем ровно в графике, несмотря на то, что погода внесла определенные коррективы. Несмотря на раннее потепление, ночью градус на термометре не добрался до плюсовой отметки. А потому начать обработку раньше не могли. Сейчас в эфир работают две бригады, которые по ночам обрабатывают места скопления людей. Локации, где производят дезинфекцию, закрывают для пустителей на ночное время. Используемые препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации и безопасны для населения. На клеща они действуют контактным механизмом. Клещи погибают не только при непосредственном воздействии, но и при соприкасании с обработанной поверхностью. Клещ является переносчиком многих заболеваний, но самым опасным признан клещевой энцефалит. В Башкирии с начала весны уже зафиксировано более 250 случаев укуса. А единственный способ обезопасить себя от заражения клещевым энцефалитом – прививка. Мы решили узнать у уфимцев, вакцинировались ли они. Вы прививаете от клещевого энцефалита? Нет. А не боитесь, что вас заразит? Ну, когда я выезжаю за город, я средствами защиты пользуюсь. В этом году пока еще не собралась, но нужно. Или? Я не успела. А вы почему решили прививаться? На работе заставили. Да, на работе постоянно прививаю. Я ходил, прививки делал в прошлом году. Нет. А почему не боитесь заразиться? Я по лесам не хожу. Нет. А за город часто выезжаете? Мы за городом живем. По словам врача-невролога РКБ имени Куватова Тимура Галиулина, прививка дает почти стопроцентную защиту от энцефалита. В прошлом году через его отделение прошло 12 пациентов с тяжелой формой энцефалита. Ни один из них не был вакцинирован. Клещевой энцефалит. Болезнь у нас популярная, район у нас эндемичный, риск заболевания высокий. Основной профилактикой клещевого энцефалита является иммунопрофилактика, то есть прививка. Вакцина-профилактика состоит из трех этапов и дает иммунитет на три года. Наилучший период для прививки – до начала сезона активности клещей, то есть зимой. Но, как говорит Тимур Галиулин, вакцинироваться можно в любое время. Ставится вакцина через 2-4 недели вторая и через год третья. В принципе, вакцинироваться никогда не поздно, если с момента второй вакцины исключить укус клеща в течение двух недель. Ну, то есть беречься от походов на улицу, от походов в лес, в парк. Таким образом получить хороший иммунитет против именно энцефалита. Другое опасное заболевание, переносчиком которого является клещ – боррелиоз или болезнь лайма. Вакцины от него нет, поэтому важно даже при наличии прививки обратиться к специалистам, если вы обнаружили на себе клеща. Если вы обнаружили на себе клеща, не нужно пытаться самому его эвакуировать. Если есть возможность обратиться в ближайшую поликлинику, в приемный покой, там помогут его извлечь, не повредив. Далее необходимо сдать его в Центр гигиены и эпидемиологии, в Уфе, это улица Шофиева, 7. Наиболее опасными, по словам врача, являются территории за городом, где не проводят обработку. Часто такими становятся места для отдыха на природе, частный сектор и лесные массивы. Территории Красочной Башкирии, Обзелиловский район, Нуримановский район, Иглинский район. Вот в этих районах, как правило, чаще всего встречается и укус клеща, и клещевой энцефалит. Сделать прививку от энцефалита можно в поликлинике по месту жительства, по назначению терапевта. Бесплатно получить вакцину вы можете, если живете в одном из 42 регионов Башкирии с повышенной опасностью. Либо если вы работаете в этих районах по определенным специальностям. Для этого нужно обратиться к врачу аж в сентябре, и только зимой следующего года вам ведут вакцину. Возможно, люди, регулярно проходящие вакцинацию, знают о таком неторопливом порядке. Если же вы не хотите сталкиваться с такими сложностями, то можете обратиться в частную поликлинику и сделать прививку платно. При этом вы еще заплатите за прием терапевта. После того, как снег окончательно растаял, а солнце стало припекать сильнее, люди стали чаще выходить на прогулки. Особенно в парке. Мы выбрали несколько общественных пространств, которые были благоустроены относительно недавно, чтобы посмотреть, как они пережили зиму. Мы решили посетить небольшие уфимские парки и скверы, которым приковано не так много внимания, как, например, к Кашкадану или Первомайскому. Пространства, которые выбрали мы, укрыты среди высоток и дворов и являются локальными точками притяжения. Начать мы решили со сквера Гвардейский. Его в 2022 году благоустраивали за 25 миллионов рублей. Могу сказать, что сейчас он выглядит аккуратным и чистым. Все объекты остались на месте, и даже мягкое покрытие не разлетелось на куски. Но кажется мне, что единственной уязвимой точкой здесь остается газон. Видно, что на нем что-то высаживали, но будет хорошо, если за растениями будут еще и следить. Застать кого-то из местных жителей в 10-м часу утра в сквере у нас не получилось. Поэтому пешком мы отправились в следующий парк, где людей в ранний час должно было быть больше. Мы немного прошлись и дошли до парка имени Равили Бигбаева. В 2020 году местные жители долго решали, как именно он будет выглядеть. И к середине 2021 он открылся. Сегодня вопросов он тоже практически не вызывает. Кажется, что даже абсолютно все саженцы пережили зиму. Но иногда глаз все-таки цепляется за, например, закрытый от детей батут или сломанный спортивный тренажер. Надеюсь, что все это временно. Постоянно даже пикнички, постоянно здесь праздники. В общем, дети наши довольные. Мы периодически, когда отдыхаем, с утра здесь и вечером так же сюда приходим. Какие-то бывают инструменты, бывают, выходят из строя, но их тоже потом налаживают. Наш парк пережил зиму, в принципе, хорошо. Парк у нас хороший. За ним постоянно ухаживают, постоянно подметают, убирают мусор. Вот что я хочу сказать, чтобы еще люди уделяли внимание парку. Мы решили покинуть Кировский район и поехали в Дему. В парк, одну из проблем которого не получилось решить даже после обновления. Впрочем, местные жители сильно не жалуются. Третьей точкой нашей поездки стал Демский парк. В обновленном виде он открылся в 2022 году, а на его преображение понадобилось около 200 миллионов рублей. Проект должен был решить проблему постоянных весенних подтоплений. Но когда снег начал таять, часть парка снова оказалась под водой. Ну, я слышать слышал, но я не видел, честно. Да, я вот живу в соседнем доме, но как бы, что я утопил, я вот не могу сказать. Да, все как было, так и осталось. Так что все прекрасно, чисто. Дети, я вижу, довольны, гуляют, взрослых много как бы. Я вот такое отличие сказать не могу. Я просто скажу, что раньше до этого парк, какой бы он ни был, детям абсолютно нечем было заниматься. Детям все сделали, до этого абсолютно ничего не было. Май в Уфе, по прогнозам, ожидается жарким и наверняка горожане будут много гулять, в том числе и в парках. Напомним, что в 2023 году благоустроят 11 парков и скверов, среди которых парк нефтехимиков и Аксакова. Егор Полторыхин, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ. 21 апреля мусульмане всего мира встретят один из двух главных религиозных праздников – Ураза Байрам. Тогда заканчивается пост священного месяца Рамадан, который длится 30 дней. Мы спросили у председателя Духовного управления мусульман башкирии Айнура Бергалина, что нужно делать в этот день, как постятся приверженцы ислама и почему нужно заниматься благотворительностью. Ураза – это с фарси взято, воздержание пост означает в переводе, а вообще с арабского название – рид-дуль-фитр. Рид – это праздник, фитр – это разговение, то есть разговение, что с русской переводим, это когда можно кушать. То есть если в месяц Рамадан нельзя было днем кушать, то по окончанию месяца Рамадан – это первый день Шаваля, это праздничный день кушания, как бы, переводится, в день, когда можно кушать днем. Ураза Байрам, у него так и переводится праздник разговения, разрешено, дозволено кушать. Это связано с постом. Празднуется один день. Праздник жертвоприношения, где приносят жертву жертвенные животные, и празднуется не один день, три дня. Очень много схожих элементов. Поэтому в Коране Аллах говорит, о тех, которые вы веровали, предписан вам пост о мусульмане. Так же, как и он был предписан тем народам, которые пришли до вас, то есть иудеям, и христианам он был тоже предписан. У христиан есть возможность покушать определенные виды продукта в определенные дни, и, допустим, начало поста отличается от его середины и от конца, то у мусульман он не отличается в начальной и в конечной стадии. Если в начале нам запрещено было и пить, и есть, и думать, и говорить плохое, приближаться к супруге или к супругу, то и в конце он тоже так же. А у мусульман все строгое. Строгое в плане того, что с утра нельзя кушать, не пить ничего, все, и до заката. На самом деле у них степень одинаковая. В Исламе два основных праздника. У Роза Байрам и Курбан Байрам. И в хадисах идет, когда пророк Мухаммад Сау Салам видел праздники огнепоклонников. Он спрашивал, что за этот праздник? Это праздник такой, такой, и тут я отвечаю. И он сказал, Аллах Всевышний вам заменил эти праздники более лучшими. То есть Аллах Всевышний заменил эти языческие праздники на религиозные. Это У Роза Байрам, Аидуль Фитр, и Аидуль Атха, это Курбан Байрам. Многие тоже задумываются, почему у нас только два праздника. У нас два религиозных праздника. Остальные дни, это дни для особого выделения внимания, допустим, ко Дню Победы. Совершаем утреннюю молитву, праздничные омовения берем полностью всего тела. Чистые, опрятные, в красивой одежде направляемся в сторону мечети на совершение праздничную молитву. После этого возвращаемся домой, а дома должен быть накрыт стол. Именно обязательно должен быть накрыт стол. До этого, хочу сказать, до праздничной молитвы нам нужно вот то, что милостыня, которую мы должны распределить, ее успеть распределить, чтобы тот, кто не имеет возможности сам себе накрыть стол, у него была поддержка, и к его возвращению из молитвы стол должен быть готовым. Это милостыня. Саддока может давать любой человек. Любой человек, который хочет выплатить милостыню. Это обездоленным, неимущим, малоимущим. А закат – это исламский вид пожертвования, типа налога от имущества. Если у человека позволяет имущество, если он достиг определенного уровня заработка большого, и в течение года этот заработок у него сохраняется, то он выделяет 5%. Вот если у человека много животных, допустим, 40 коров, то одну корову из 40 он выделяет как милостыня именно в виде заката. Андрей Шарыгин, Егор Полторыхин и Игорь Яковлев. Телеканал ЮТВ. Добрый день. Меня зовут Фарида Ветрова. И сегодня я расскажу вам о погоде в Башкирии на 21 апреля. В Уфе утром ожидается от плюс 5 до плюс 14 градусов, и кажется дождик будет нам мешать. Днем станет немного теплее, от плюс 15 до плюс 17 градусов, но облачность все еще будет держаться. А вечером ожидаем от плюс 13 до плюс 16 градусов, но опять же без солнца. Ночью будет прохладнее, от плюс 9 до плюс 12 градусов, и небольшой дождик продолжит свой марш. В Бирске плюс 16 градусов, пасмурно. В Благовещенске и Ишинбае плюс 17 градусов и без солнца. В Белорецке будет чуть прохладнее, плюс 13 градусов, но облачность не сдаст своих позиций. В Мелиузе и Туймазах также пасмурная погода, плюс 17 и плюс 18 градусов. В Нефтекамске будет облачно с прояснениями, и температура поднимется до плюс 16 градусов. В Салавате и Стерлитамаке будет плюс 17 и плюс 18 градусов и без солнца. Думаю, это хорошее время, чтобы посидеть дома и смотреть любимые фильмы. И не забывайте взять зонтик, потому что, похоже, дождь будет с нами еще некоторое время. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok